Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 если хотите нормальные тормоза вилки меня тоже такое же масло ногу стеет елка становится дубовее давай налево вот тут можно приложиться лицом представляешь так вылетаешь да у тебя переднее колесо вскользь уходит и прям челюсти если говорить насчет покрышек да тот по такой по такому типу поверхности вообще лучше не ездить на нашем велосипеде потому что наша резина она летняя она дубеет тем более протектор уже не тот она тоже ничего не схватывает а тут налить маленькая очень скользко мы конечно хотели четырехрядную покрышку шипована хотя бы одну на двоих но понимаете они стоят немерено так что в наших мечтах но вообще самое отвратительное как по мне покрытие зимой так сказать каша снежная когда она где-то сантиметров 10-15 наметает она мягкая вязньте в ней а внизу еще лед ой вообще бред получается помнишь мы отъездили прошлыми зимами у была такая каша как со льдом внизу это же адская ать да кстати если говорить о тормозах зимой то и брейки это вообще будет бред если вы видели что у нас с рамой творится нижней трубой вы наверное видели что она обледенела такая же история с колесами опыт будет просто во льду и колодку будут скользить так что для меня очевидно тормоза зимой только дисковые гидравлические но и на этих тормозах расслабляться не стоит потому что налить тоже может на ротор сесть можете чуть-чуть пережать тормоза чтобы они терлись так сказать прогреть прочистить как на машине все будет у вас хорошо люди так смотрят на вас как не дебил но в принципе я привык уже вообще как на дегенератов и еще из езды зимой не делать резких движений резко не тормозить начинать торможение только заднего колеса если я сейчас начну сжать передний тормоз у меня сцепление за дорогой просто прекратится и я познакомлю свой подбородок с асфальтом ну а задний тоже надо очень аккуратно ножки зажал и его кидает а передний передний вот видите передний тоже лучше не нажимать вообще но вообще лучше тормозить как на машине у вас abs работает маленькими нажатиями частыми а если передним то переднем лучше не тормозить и резких движений таких не делать потому что у меня велосипед просто выкидывает так что ездите аккуратно плавно без резких движений поворот ходить из большего радиуса и с меньшей скоростью потому что если будете поворачивать резко вас колесо просто выведет и вы упадете кстати ребят зимой у вас будет велосипед загрязняться раза в два в три больше особенно из что дорожки посыпают песком реагентом то есть у вас все это шняга будет сидеть в цепи на звездах переключателей то есть из нас будет два раза больше наверно или в три чем летом так что чистите пожалуйста свои цепи от этой параши всех и даже даже если у вас на раме есть где-то котки царапины они могут ржаветь алюминиевая у вас рама стальная разница не имеет заржавеет так что лучше покройте лаком хотя бы возьмите у матери лак и помашите царапинки велосипеда лаком ну а мы продолжаем ехать на набережную дорога конечно важнее дается но она к этой целое кстати будьте аккуратнее на дорогах не выскакивайте потому что на дорогах налить до машины тормозят намного хуже у них тормозной тут больше некоторые люди еще на резине летний ездит очень страшно все боятся всем скользко дрифта давай есть мы едем с той стороны где люди меньше ездят на машинах собака ходила надеюсь мы не помешаем кстати из-за того что контакт с дорогу покрышек хуже накат становится лучше по моим ощущениям но еще прикол в том что смазка в каретке в кассете в трещотке но в крапом механизм короче загустевает накат становится хуже износ опять-таки больше есть конечно смазки устойчивы к морозу ну я думаю они будут подороже чем обычные намного и вообще после езды зимой я думаю надо велосипед ну разобрать и смазать потому что в нем будет очень много как и потому что сальники у вас все-таки резиновые как везде они на морозе дубеют становятся не эластичны пропускают грязь воду это у вас получается все внутри ржавеет растворяет всякая другая шняга лучше бы разобрать смазать потому что будет ржаветь изнутри а это нам не надо чувствую себя отлично правда макровата одежда должна быть такая чтобы вам было ни жарко ни холодно такая золотая середина да я от я еще не нашел это очень сложно так ехал я наша любимая дорога она вообще новая вообще другая да по-другому ощущается такая-то красота а не все-таки стрелок в лесу круто нигде да очень круто очень красиво реди такая красота жесть вау как красиво ребятак да вообще так круто кстати ребят насчет колеи не советую вам по колеям ездить вообще бокового захвата ваших велосипедов не будет колея вас утащит точнее утащит ваш велосипед из под вас и вы завалитесь на бок 38 километров по снегу а как красиво ой блин катайте ребят очень очень круто энергии много дает и даже не холодно вот это красота и вообще круто очень круто ребят меня слов нет да тебя будто на подушке до мягко так считай в лес вы на будто на двух подвесе ездить а вот тут уже люди не ходили а у я переключил ребят у меня не переключается передачи замерзли у меня теперь сингл спит приколюха зимняя теперь а вот это же снега вообще красиво да 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 ребят на мототехнике было бы вообще наверно круто смотрите вид преобразовывается ну теперь зимой здесь так не погоняешь мне кажется можно улететь запросто кстати ребята говоря о пластиковых частях и велокомпьютерах вам бы их лучше снять потому что раз пластик становится хрупкий а жк дисплея не показывает на морозе он сейчас нагрелся более менее четкий до этого бледный был так что всякие фляги другую лабуду пластика выбирайте не нужно вообще по-другому все да вот бы футбайки потом на зиму если бы у нас были футбайки я бы заезжал прям в леса вообще офигенно и о собака звука нет соприкосновения покрышки с асфальтом будто вы на подушке едите так круто вообще помоги ему вот мы сейчас ехали по наклонной плоскости лучше таких плоскостей избегать потому что вы уже не хотите разложиться правильно правильно они вас вниз несут велосипед выбивается его тащат вниз а вы остаетесь наверху очень неприятно кстати если хотите почувствовать себя настоящими эндуристами то зимой не накачивайте колеса до состояния камня у вас будет энергия уходить на сдавание колеи себе и пятно контакта будет меньше намного я думаю вам это не нужно так что держите колеса чутка приспущенными чтобы пятно контакта было больше на улице где-то минус 5 минус 6 кстати насчет дикого мороза алюминиевые рамы мне кажется могут быть чутка хрупче чем обычно но ребят зачем я говорил некий говорит что место не узнать но серьезно вообще другое все не узнавается и ветки ниже стали за снега и красивее и далеко видно хотя нет из-за снега нет но стало круче летом жуть зима крутит не на вообще такой засчет мне прям нравится по непривычке сначала сложно ездить привыкаешь чувствуешь велосипед дорогу педали крутить не так просто и удобно потом нормально привыкаешь сам качестве почти почти на пешеходку может да я тоже тут ну вот ребят мы здесь летом ездили а так как из-за погоды аварийность у нас повысилась мы едем по цивилизованному способу пересечения дороги че я вам советую не лихачьте зимой машины все-таки не люди за секунду они не остановятся но все-таки я лихачить не буду мне кажется а как тормозить то лед же вот смотрите так что тормозить наш заднем опасно не то что переднем и переднем тоже разговор быть не может о ее и вот наклонная плоскость ребят было вот 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 о чем я говорил погода непредсказуемо вы можете ожидать все что угодно кстати вот тут лед мы сейчас ехали под тридцатник с ракет лучше так не делать колесо блокируется сразу смотрите прокручивается некогда ну-ка потормози вот видите блок это вообще это дает свой опыт свой опыт в вождении велосипеда управления им так сказать экстремальное контраварийное вождение как на машине да очень четенько ну и пофанится можно так нормально когда снега побольше будет можно вообще влетать на полной скорости в сугробы сейчас конечно лучше этого не делать офигеть у меня нога не тормозит ребята увидите что на дорогах происходит и вообще когда портится дорожное покрытие той зима все дела как по мне ездить по дорогам вообще ни в коем случае нельзя это может закончиться вообще блять смерти потому что видеть еще вы же есть эти где по-крайнему правому здесь он каша и лед ну и вот . и всякой шелухонь которая может проколоть колесо под снегом находится не можно ездить без проблем возвращаясь дорогам общего пользования об на них вообще не ездил такую-то погоду потому что под машину выкинет просто так на остановках налить всегда у бордюров большая крошка снега сугробы так что не ездить по дорогам а то покажется под машиной потому что они быстро среагировать и не смогут и у вас ситуация намного хуже чем летом вот вроде бы мокрый асфальт да нет а он как стекло люди ходят аккуратно по этому делу а у нас нет конечно такая дичь люди смотрят на нас как на дегенерату свой шарм в этом есть а ну-ка чё на дорогах у нас ой блин на дорогах такая же дичь смотрят вы видели ну вот вы понимаете что это за дичь такая а у меня аж так два раза было это третий ну вот я торможу ногой она не тормозит а ну-ка блин это же оттолкнуться не могу педалирование ничего не приносит вообще весело до летом здесь очень много людей было красиво да летняя резина послушай такая тишина кстати ребят мы купили съемник вот на кареточку должен подойти все таки скоро будем разбирать не ну очень красиво ребята тоже спорить не буду серьезно очень круто буйки сверкают гэс горы и волга ее тоже границы не видно кстати у нас ребят из планов таких диких тупых планов куда поехать вот когда лед встанет он туда мы хотим туда поехать как думаете зимой возможно будет вот когда уже лед будет нормально переехать волгу от одного берега к другому на велосипеде я вот не знаю мы дождались того что у нас фонари загорелись при нас представляете смотрите они разжигают будут накаляться и будут нормально вот ребят по приезду еще хочу сказать велосипеды замерзли смотрите что произошло с кареточную смотри налить даже на шатунах налить ромнило здесь нормально но здесь передний приключатель замерз полностью смотрите здесь налить ник тут он такого не было почему такого не было это важно туда наша с влажника и поэтому все замерзает вот смотрите налить 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 вот это мясо вот поэтому я говорю ребят вам придется все смазывать все очищать от воды высушивать выскабливать от песка от реагентов если вы будете кататься зимой потому что если вы этого не сделаете вы видите да у вас это все будет дом оттаивать и попадать внутрь внутрь ваших узлов через сальнички замерзшие будет неприятненько так что очень аккуратно с этим нет аж по моему сзади подкидывал смотрите подседельный штырь такие вот сосульчики протектор у нас вон обычной летняя резина довольно таки задубела ну давление здесь мягкая точнее низкая поэтому она мягкая но вообще диковинная дичь ну и я собственно тоже весь мокрый промок уедевой смотрите его снег куну а меня слепило говоря о цветовом дне он намного уменьшился да мы сюда доехали вот за сколько за час час мы сюда доехали очень быстро времени время смотрите 1741 вы видите что творится закат то есть был где-то часов в пять заход солнца это вообще дичь этого день уменьшился ездить стало нереально губы некий загорелся так и что она с этим велосипедом произошло а у нас чистый но правда вот здесь чуть подледенела кстати вот цепочка тоже заледеневает меж звеньев лед грязь песок звезды тоже снегу сюда снег попал смотрите как можно это мороженое продавать блин кстати если у вас пластиковые педали готовьтесь к тому что они у вас блин лопнут раскрощаться не нравится фонари романтика с велосипедом кстати ребят мы сегодня проехали такой интересный ну как сказать интересный обычный путь это я просто говорю для тех кто не знает я с собой вожу всегда телефон и телефон у меня всегда пишет трек со скоростью с расстоянием со временем где мы находимся где мы были то есть можете вы посмотреть под каждым видео у меня есть трек и там есть путь который мы преодолели то есть вот смотри мы в движении были час 15 все правильно сейчас 15 то есть мы сюда доехали где-то за час десять ну да вот ребят под каждым видео но у меня есть ссылка на эту программу на этот трек можете зайти посмотреть то есть буквально сейчас вы можете нажать на ссылочку под описанием и увидеть все вот это вот где стартую у своего сараечка потом мы едем в магазин за съемником едем обратно нет нам сейчас этот же путь надо будет сделать обратно он здесь показывает вообще все что захотите максимальная скорость у нас сегодня было 41 я считаю для зимы это 41 это я считаю очень бодро очень это можно разбить и еще ребят у нас есть группа вконтакте но она такая я там чисто сообщаю всякой шляшки у нас есть группа вконтакте мы там делаем всякие маленькие анонсики ну или просто рассказываем что у нас происходит но это если кому-то интересно что как или что происходит между видео я там всякие маленькие фоточки с маленьким текстиком отправляю люди читают обсуждают спасибо всем кто там слышал спасибо всем кто в этой группе проявляет какую-либо активность спасибо кто вступает и вы вступайте тоже кто там еще не находится потому что не все гладенько получается я сообщаю все туда кстати вот ребят у нас группа ведь я здесь укладываю видео чтобы люди знали говорю что у меня все задолбало и мы ничего не можем найти хвост и съемниками которые на самом деле съемники для кассеты трещотки блин который мне не подходит ни хрена говорю что стебусь над людьми короче издеваясь по полному до мемчики локальные создаем можете кто-то такую же хрень делать я не знаю нет веселить ну а сейчас мы будем говорить что мы собственно говоря находимся здесь и страдаем такой дикой херней вот зависть добавлена вот ну красиво же ребят красиво все кстати находясь в движении ты тоже потеешь и как бы тебе не очень холодно а вот мы сейчас остановились и у меня начинают пальцы задубивать прям вот кстати да погнали прям вообще дубеют пальчики так что если вы будете долго стоять вы замерзнете а кому-то надо и зимой вот быть побольше видимым чем летом потому что вас должны видеть все и вся потому что скорость реагирования у всех эффективность реагирования намного меньше чем летом ну вот собственно дорога домой нудная не очень наверное интересная да но домой но домой так что смотрите наши треки вступайте в группу вконтакте сейчас дорогу подмораживать начинает холодно температура опустилась надо быть еще аккуратнее наверное но мы не будем о ее и холодный ветер до о ее ей не очень холодно теперь тоже продувает насквозь нигде замедлил что похолодало и он правильно замедлил оу вау ребята мы сливаемся чё-то ноги забились у нас не катится дальше считай самый сложный подъем проехали да нам останется тот один смотрите ребята здесь оказывается я не заметил сначала снег очистили то трактором очень круто молодцы молодцы ребята сейчас там увидели точнее не как видел какая она была размах крыльев вот такой где-то и глаза большие да филин наверно не смотрят я думала вот жалко я ее не видела представляете что у нас в лесу творится ребят ну чё мы поехали да не гонит вся жизнь поехали дорогу подморозило некит я буду притормаживать но не в топливать вот ребят дорогу подморозило стало чуть-чуть скольче но вообще по снегу это жесть вау ну вообще круто ребят круто едешь блин так прям чувствуешь каждую кочку блин офигительные ощущения не знаю чем сравнить ты как бы видишь перед собой слой снега он большой да и и ты его режешь вот это вот самое прикольное ребят мы сейчас сейчас байками себя пугаем что такое автобус оборотнях по другой херня пугаем оборачиваемся очень страшно мурашки бегут страшно же вау